Коран, сура 49, аят 13 Уголок большой России, край богатый и красивый, Карачаево-Черкесия моя. И рассказы аксакалов, и задумчивые скалы, и стоящие на страже тополя. Эльбрус, вершина Европы. На севере и западе этого снежного великана раскинулась многонациональная Карачаево-Черкесская республика. Но наш сегодняшний рассказ о карачаевцах, древнейшем горском народе Кавказа. В России проживают около 250 тысяч карачаевцев. Они говорят на карачаево-балкарском языке. Три основных составляющих формируют идеологию современного национального самосознания карачаевцев. Во-первых, это устойчивое представление о том, что карачаевцы коренной народ Кавказа. И один из древнейших этносов, чей этногенез завершился на данной территории, в горах и предгорьях Западного Кавказа. Во-вторых, это развитое у карачаевцев чувство причастности к тюркской суперэтнической общности. Карачаево-балкарский, аланский язык, относится к западной ветви тюркской группы языков. Признание себя не столько тюркским, сколько аланским, тюркоязычным народом. И утверждение «Мы – Аланы, тюркоязычный народ». Наконец, третьей основой самоидентификации карачаевцев является их ощущение принадлежности к исламскому миру, к единой мусульманской умме, выраженной в формуле «Мы – мусульмане». В длительной истории формирования карачаевского народа просматриваются древнейшие слои, относящиеся к третьему циклетию до нашей эры, ко времени ранних контактов, столкновений, взаимовлияния протокавказской, оседлоземледельческой и курганной протюркской, кочевнической культур. На эти древние пласты ложатся более поздние наслоения скифосарматской культуры, аланская ветвь которой обретает яркую самобытность уже в первых веках нашей эры и становится основой аланского государства. Мы находимся в ущелье Архыс, и конкретно на месте, где был расположен город, аланский город Маас. «Само городище насчитывает до 500 фундаментов. Здесь, по приблизительным подсчетам ученых, проживало от двух до двух с половиной тысяч человек. Для того времени, для X века, это довольно был большой город. Если провести параллель с Парижем, то в Париже в это время где-то проживало тысячу-полторы человек. То есть здесь проживало на порядок больше. Уникальность этого комплекса состоит еще в том, что здесь проходила северная ветка шелкового пути». Аланская культура явление уникальное не только в масштабах Северного Кавказа, но и России в целом. Ее уникальность, кроме всего прочего, состояла еще и в том, что ареал ее бытования является на территории России единственным ее регионом, где синхронно употреблялись три типа евразийской письменности – тюркская, руническая, греческая и арабская. Это говорит об имевшем место распространении тенгриянства, христианства и ислама. «Да, действительно, здесь находился культурный, религиозный и политический центр Алланского государства. Наряду с христианскими миссионерами, которые проникали со стороны Византии, здесь бывали и мусульманские миссионеры. То есть практически на этой территории были все религии, можно так сказать». Сегодня на этом месте недалеко расположен поселок Архыс, где живут карачаевцы, потомки Аллан. Происхождение карачаевцев от Аллан подтверждаются анализом значительных пластов фольклора, древнего эпоса Анартах и богатым археологическим материалом и поддерживаются доводами ученых. Сегодня в Карачае сохранились исторические памятники, подтверждающие сказанное. На западном склоне Архысского ущелья в районе селения Архыс остались руины военного укрепления, называемая до сих пор Корчакала, крепость Корчи. Все это были области эльбрусцев, и крепости их были на вершинах гор, а дороги крайне трудны и тяжелы. Так что из-за большой высоты у наблюдающего темнело в глазах, а у смотрящего шапка падала с головы. И стрела даже со второго яруса не достигала снизу доверху крепости. Низамаддин Шами. Книга Побед. 14 век. В истории Карачаев были разные дни. Были дни радости, были дни горя. Но особенно в памяти народа живы две трагедии. Это разгром Темирланом Аландского государства, предков карачаевцев, и геноцид карачаевского народа в 1943 году. Субтитры создавал DimaTorzok До единого человека карачаевцы были сосланы в Среднюю Азию, Казахстан и Сибирь. Через 14 долгих лет карачаевцы возвращаются на свою родину, но, однако, они оставили по дороге в Среднюю Азию Казахстан. И в пустынях далекой, далекой Средней Азии Казахстана оставили около 70% своего народа. До сих пор руины этого селения, они являются безмолвными памятниками совершенного варварства геноцида уже не в средние века, не Темирланом, а уже в 20-е века в Советском Союзе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не будем описывать всего кошмара массового геноцида, который пережили карачаевцы после 43-го года. Обратим внимание только на одно обстоятельство, важное в контексте интересующей нас проблемы. Именно в условиях депортации из ссылки происходит возрождение его религиозности. Об этом наглядно свидетельствует такой любопытный документ, как адресованный первому секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву, послание группы карачаевских коммунистов. Они писали, Мы считаем необходимым довести до сведения ЦК КПСС то, что если до переселения карачаевцев в Среднюю Азию наблюдались признаки ассимиляции карачаевцев с окружающими их народами, то насильственное переселение и дискриминация вызвали стремление к национальной обособленности. Среди народа стала возрождаться и развиваться мусульманская религия. Видимо, эта религиозность является попыткой выражения протеста против национальной несправедливости 11 мая 1956 года в город Фрунзе. Пройти дорогу ада и выжить во время насильственного выселения, продолжавшегося с 43 по 57 годы, помогла народу его вера. На свою родину карачаевцы вернулись с мусульманской верой, не только неразрушенной, но возродившейся и окрепшей в тяжелые годы изгнания. Нас спасло вера. Мы молились Аллаху и турбились, жили своим трудом. Нас в Азии спасла только дружба. То, что народ, который выслали, дружили между собой, делился, в трудную минуту поддерживали. Когда дома строили, несмотря кто он по нации, делали саман, мазали дома и жили дружно и хорошо. Нас спасло Богу. Мы переселиться в Азии, были 14 лет, вернулись домой. Слава Богу. Аллаху нас берег и вернулись на родную землю. И вот с тех пор молимся и считаем, что действительно мы народ, верующий Богу. В истории карачаевцев было много разных событий. Горе и радость чередовались достаточно часто. И тем не менее, горцы живут не одними трагическими воспоминаниями. Природный оптимизм, надежда на счастливое будущее определяют их современную жизнь. Что наиболее ярко выражается в национальных танцах, из которых можно узнать историю, культуру и традиции этого народа. Сегодня с искусством горского танца знакомит нас юношеский коллектив ансамбля «Минитау». Культура «Минитау» О том, что выражают собой карачаевские танцы, очень хорошо сказал руководитель ансамбля Айбазов Талхак. Понимаете, каждый народ в своем стиле, в своем танце, она выражает жизнь и самобытность культуры своего народа. Понимаете? Когда смотришь вот так, как будто одинаково, но в любом случае в каждом танце каждый народ показывает свой характер, свою культуру. Через танцы можно узнать та же древность народа, этнографию народа. Культура «Минитау» 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 Продолжение следует... Без национальных танцев не охотятся ни государственные, ни народные праздники, ни другие массовые мероприятия. Танцуют все и везде. ПЕСНЯ Конечно же, без национального танца не обходится и свадьба. А свадьбы у карачаевцев бывают нескольких видов. Это, во-первых, по взаимной договоренности, когда невесту забирают из родительского дома. Во-вторых, кража невесты по предварительному согласованию с ее родителями или только с ней. Третьим же видом свадьбы может быть кража невесты, даже если она не согласится. На такой шаг жених может пойти, когда совсем потеряет голову от безответной любви. На одной из таких карачаевских свадеб нам посчастливилось побывать. Это была кража невесты с ее согласия. Целых три дня шел сложный процесс примирения сторон. И, как часто бывает в подобных случаях, мудрые горцы приняли единственно правильное решение – простить жениха его шалость, то бишь кражу невесты. Ну что поделаешь, любовь ведь. И вот, к концу третьего дня, гости со стороны девушки с подарками приезжают в дом жениха примириться, сочетать молодых браком. Некоторое время гостей почуют разнообразными блюдами. Надо сказать, столы на свадьбах буквально ломятся от обилия яств. Женщины сидят с невестой отдельно от мужчин. Старшее поколение отдельно. Дети снуют везде, куда не посмотришь. И, конечно же, идет той – национальные танцы. К полуночи начинается обряд Ауалган – снятие с невесты свадебных покрывал. В сопровождении своих родных она появляется перед новыми своими родственниками. Сперва произносится тост пожелания двумя тамадами обеих сторон. И обязательно тост произносится с чашей в руках, со специально приготовленным сладким напитком, называемым бал-аяк – символом будущей сладкой жизни молодоженов. Множество теплых слов посвящено молодоженам. Добрые пожелания, напутствие, которые народ сопровождает словами «Амин», «Амин Аллах». А кто не скажет «Амин», да откусит свой язык, подшучивают ораторы над зеваками. Потом из чаши должны отпить. Непременно вначале пьют дети. И в этом есть свой смысл – пожелание иметь молодым много детей. С пожеланием того, чтобы приход невесты в этот дом был бы благословенным, благополучным, счастливым, ее закидывают монетами и конфетами. И тут не обойтись без детворы. Несмотря на позднее время, они ждут свой час добросовестно выполнить свою миссию. Ни одна монета не утаится от зорких глазенок. Впрочем, взрослые тоже помогают им. Это единственный случай, когда горцам не стыдно поднять монету с земли, потому что она брошена на счастье. Затем приступают, собственно, к обряду «Авалган» – снятию покрывал. Как правило, покрывало снимает младший брат жениха. В этой же свадьбе мы столкнулись с исключением из правил. Ау сняла одна из взрослых женщин – родственниц жениха. И дорога открыта всем желающим приветствовать и пожелать счастья новой родственнице – невестке. После этой церемонии люди выстраиваются для нового обряда – бракосочетания «никях». Надо сказать, два вида проведения «никях» практикуются в Карачае. Часто несколько мужчин едут в дом имама и там же, вдали от молодоженов, проводят формальный акт бракосочетания. Другой же вид обряда «никях» – всенародный. Именно так и решили провести в этом случае. Имам, приглашенный для проведения обряда, Пайчоров Осман Хаджи, настоял на том, чтобы «никях» был совершен мной, ведущим данной программы. В брачной проповеди имамы, как правило, восхваляют Всевышнего, словословят пророка Мухаммада, мир ему. Читают аяты Корана и изречения посланника Аллаха, соответствующие событию. Сказал Всевышний, «О люди, вступайте в брак с теми, кто придется вам по душе». Сказал посланник Аллаха, мир ему, «Вступление в брак в «никях» является моей традицией, сунной, и кто отвергнет мою традицию, тот не от меня. Обязанность мужа обеспечить свою избранницу жильем, питанием, одеждой и опекать ее. Обязанность же жены быть опорой избраннику своему и блюсти его честь. Воистину благочестивая супруга, половина веры, имана. Обязанность же обоих быть праведными мусульманами и почитать родителей друг друга, как своих, и воспитывать благочестивое потомство. Итак, в конце проповеди имам спрашивает сперва невесту, а потом жениха о добровольном вступлении в брак в соответствии с Кораном Всевышнего и сунной пророка, мир ему. В присутствии опекуна невесты и множества свидетелей молодые дают согласие на вступление в брак и быть друг другу опорой, поддержкой в радости и горе. Брак подкреплен и свадебными подарками. И таким образом имам объявляет Кубанова Рамина сына Муссы и Узденову Зарему дочь Мухаммада перед Всевышним Аллахом и людьми, мужем и женой. Старейшина Байчоров Усман Хаджи читает дуа. Свадьба у Рамина и Заремы удалась на славу. Бросалась на глаза исключительно европейская современная одежда не только у участников торжеств, но и у героев жениха и невесты. А в старину для свадеб шили особые платья. Одежда жениха, конечно же, была скромной. Горский этикет не допускает украшений для мужчины. Другое дело – подвенечное платье невесты. Ради справедливости стоит сказать, что традиция шитья национального подвенечного платья жива в Карачае до сих пор и возрождается в последние годы. Множество разноцветных материалов, большое разнообразие узоров, различные фасоны, но непременно один объединяющий элемент свадебного платья – это национальные узоры ока, шитые золотом и серебром. Не всем под силу искусства национального золотого шитья. Для этого нужен Божий дар. Так и говорит героиня нашего следующего сюжета, мастерица золота-швейка, бабушка Аминат Бурлакова. Бабушка Аминат с детства почувствовала стремление к шитью. В годы депортации карачаевцев, будучи маленькой девочкой, была вынуждена, спасаясь от голода, шить тапочки, ватные одеяла, простую одежду. Но после возвращения на Кавказ наша героиня в числении многих энтузиастов занялась возрождением искусства национального золотого шитья. Многих желающих родственниц и соседей она научила своему ремеслу. Многие невесты красовались в ее подвенечных платьях. Национальные узоры Оха шьются золотыми и серебряными нитками на простой тонкой ткани. Каждый узор Оха имеет свой исторический и философский смысл. Но все они, безусловно, выражают красоту, изящество, элегантность карачаевской национальной одежды. Сетни спрашивает у матери, внучка, говорит, почему, говорит, мама этот себе, аня, говорит, не, аня себе ни такое платье не шьет. У матери спрашивает. Национальные узоры карачаевцев сохранились не только в войлоке или одежде, но и в кузнечном деле. Мастер художественной ковки железа Беля Лузденов называет свое ремесло искусством. Трудно не согласиться с ним, увидев предметы его труда, выполненные в классическом стиле горского орнамента. Искусство художественной ковки нашло отображение в таких предметах, как ворота, перила, балконы, решетки, люстры, подковы, камины, фамильные гербы. Художественной ковкой мастер Белял занимается уже давно. В буквальном смысле он подчинил своей воле чары огня и силу железа. Старается передать опыт другим, но люди во многом увлечены техникой, компьютером и мало интересуются железом. Сын, студент второго курса университета, помогает отцу, хотя не факт, что он пойдет по стопам, потому как не всем дано видеть красоту мира через призму кованого железа. Это часть элемента. Часть элемента чего? Ну вот на решетку. На перила, решетку там. Насколько я вижу это труд тяжелый, ручной труд, да? Ну, почему вы выбрали именно этот труд? Труд вот с кувалдой, там наковальней, с огнем связанной, да? Ну, меня всегда железо притягивало. Я в железе все вижу как-то. Ничего другое. Красоту мира через кованое, самое художественное. Ну и как давно занимаетесь этим делом? Ну, уже 10. Есть вот именно ковка. До этого и деревом занимался, и все, что я перепробовал, я не знаю, и музыку попробовал, и деревом, и то, и это, и рисовать это. Ну, на этом как-то остановился. Ну, значит, это, видимо, уже как бы выбор, выбор судьбы. Отображаются ли вот в ваших изделиях, скажем, национальные какие-то узоры, традиции, орнамент? Ну, у нас же свои орнаменты есть. Есть люди, которые находятся, которые именно нашими национальными орнаментами интересуются. Их приходится ковать, вставлять где-то там на ворота, на решетки. Я вижу у вас выставлены и там вот некоторые изделия, видимо, элементы, элементы ворот или решеток. Представляете собой они какие-то национальные? Национальные, вот вокруг щита, вот там это. Вокруг щита? Да, вот эти наши чисто орнаменты, чисто национальные. Вы учились у кого-то? В Карачае много ли людей занимаются этим делом? В этом рамесле? Нет, сейчас, сейчас кузнечным рамеслом очень мало кто занимается. Очень-очень мало. Вы кому-то пытаетесь передать ваш талант, ваши знания, ваш опыт? Стараюсь передать, но очень мало желающим. Все на технику смотрят, на компьютеры смотрят. Никто так есть. У вас сыновья? Ну, сын постоянно со мной. После занятия, после института он помогает? Да, в выходные. Сколько ему лет? Ну, на втором курсе, я думаю, сейчас еще. Ну, после университета он, по всей видимости, может, уже пойдет как бы не совсем по стопам. Там дальше видно. Да, чтобы, чтобы работать, чтобы, скажем, выпрямить это железо, нужна дюжина силы, конечно. Одних, скажем, спортивных тренировок для этого недостаточно. Я думаю, что кузнецы могли бы успешно бороться со спортсменами, армрестингами, да, скажем, или другими видами спорта они могли бы успешно, скажем, соревноваться. Это мой был первый опыт. В Карачае пусть и немного, но есть еще хранители старинной традиции горцев. Марья Мюсуповна Хубиева, одна из них, педагог, воспитатель, подвижница, она посвятила свою жизнь сохранению и обучению национального языка и культуры своего народа. По своей инициативе она 20 лет назад основала Музей истории и культуры карачаевцев в одной из школ Карачаева-Черкесии. Начиная с 83-го года я решила собрать, что осталось у горцев и показывать детям, чтобы они были знакомы с культурой карачаевского народа. В школьном музее собраны одежда, шали, платья, войлочные ковры и изделия, медные кувшины, чугунные казаны, деревянная посуда, ложки, половники, чаши, каменные изделия, молоток, элементы ручного веретена, каменные стрелы, кожаные бурдюки для хранения зерна и молочных продуктов, кожаная обувь. Самые старинные изделия в музее аж 16-го века. Это отточенный камень для ручного веретена. Раньше вот из шерсти изготавливали горянки различные изделия, и чтобы прясть пряжу, вот из камня сделали такие. Это относится, наверное, где-то к 16-17 веку. Мария Мюсуповна собирательница не только предметов старины, она еще известная в народе хранительница секретов национальной кухни. Она знает процесс приготовления 49 карачаевских блюд. Наиболее популярным из них является горский пирог хычин. Карачаевцы готовят около 10 разных видов хычина. Процесс приготовления достаточно просто. Например, для приготовления одного из видов хычина нужно первое, сваренную в мундире картошку, почистить и пропустить через мясорубку. Затем добавляем домашний сыр. Сыр в основном бывает цельный. Полученную массу перемешиваем. Из готовой массы делаем шарики небольшие и готова начинка для хычина. Затем берем заранее замешанное готовое тесто. Тоже делаем вот такие вот шарики. Тесто раздавливаем, вкладываем вовнутрь готовую начинку, собираем края теста, расправляем и раскатываем тесто с начинкой. Теперь процесс жарки хычина. Жарим на кипяченном подсолнечном масле минут 5-6. При жарке хычин обязательно нужно переворачивать несколько раз. Готовность будет видна по цвету, легкости и пышности. Снимаем. Хачин готов. Хачин можно кушать, обмакивая в сметану или разогретое масло. Приятного вам аппетита, ребята. Прохождение Великого Шелкового Пути через земли карачаевцев и их предков Алан, а также наличие горных пастбищ с различными сроками вегетации и растительности издавна способствовали разведению горных пород разных животных. Так карачаевцы вывели от наименные породы лошадей, коров, овец и собак. Что касается крупного рогатого скота карачаевской породы, то они были приспособлены горному и отгонному виду хозяйствования. Доились такие коровы в течение полугода после отеления и давали молока 3-5 литров. Что касается овец карачаевской породы, то они отличаются неприхотливостью, легко переносят холода, имеют небольшой курдюк. Особенно ценится у горной овцы ее нежное, вкусное и ароматное мясо, идеальное для настоящего кавказского шашлыка. А славится она еще длинной, густой, глинцевитой и очень мягкой черной шерстью, из которой выделываются сукна, кашмы, бурки и другие виды одежды. В селениях Карачаев еще есть люди, хранящие искусство шерстяного сукна. С одной такой мастерицей войлочницей, с бабушкой Сапра Бостановой, мы встретились у нее дома. Она нам рассказала и показала технологию процесса изготовления шерстяного сукна и различных изделий. Для производства войлочной шляпы вначале берем устройство, называемое джеген. Сделано оно из камыша и обычной веревки. Затем берем 200 граммов промытой и расчесанной шерсти, равномерно раскладываем в форме круга, обильно брызгаем ее мыльной кипяченой водой. Затем скручиваем джеген с шерстью и вялем это все локтями некоторое время. Как только шерсть уплотнится, берем другое устройство, называемое четен, сделанное из деревянных прутьев. На нем сворачиваем шерстяную заготовку, предварительно окунув кипяченую воду и намылив. Затем начинаем вялить локтями. Несколько раз окунаем и намыливаем густеющую шерсть. В конце концов она превращается в войлок. Тогда мы складываем его один раз, заворачиваем и начинаем опять вялить до тех пор, пока не выделится колпак и промываем мыло. Затем одеваем ее на форму и начинаем взбивать ладонями, поглаживая вокруг. И наконец получаем форму войлочной шляпы. Края обрезаем прямо на форме. Что касается фуражек, то они вырезаются на руках. Таким же образом производятся и другие войлочные изделия. Бабушка Сапра сказала, что именно так выглядел горец в недалеком прошлом. Единственное, чего не хватает, так это хорошего коня. А к лошади отношение горцев особенное. Карачаевская пословица говорит, кони крылья мужчины. Кони у горцев не использовались в качестве тягловой силы. Для этого существовали быки и ослы. Но как средство передвижения для воина и пастуха кони были незаменимыми. Лошадей карачаевской породы отличает хорошая ориентировка в горной местности по твердому каменистому грунту, осторожность на горных тропах, способность легко преодолевать подъемы и спуски, исключительная прочность копыт. Они универсальны, хорошо работают под седлом и в упряжи. Животные этой породы на редкость работоспособны, нетребовательны к условиям содержания. Карачаевские лошади способны делать длительные марш-проски в любое время суток, по камням и бездорожью, в лютый мороз и жестокий зной. Карачаевская порода самую выносливую в мире в 11-100 километров выдерживает. Он никогда всадника не подведет. Ты будешь спать под бургой, он будет около охраняясь. Разведением коней в Карачае занимаются специализированным госплем конзаводе Малокарачаевский. Он расположен в 10 километрах от города Кисловодска, основан в 1930 году. Его территория с сетью рек и альпийскими лугами протянулась на высоте от 830 до 2580 метров над уровнем моря. На заводе разводятся Карачаевская чистопородная, улучшенная поместная и английская чистопородная верховые породы. Коня любят все, но кто скажет о нем лучше, чем коневод? И вот мы обратились к старейшине коневодства иконного спорта республики Биджиеву Сегдулу с вопросом «Что для вас значит конь?» На это он поэтично ответил. Боже, прямой мой друг, прямой работа. Единственное, лошадь сравнивается красивой женщиной, девушкой. Умение ухаживать за лошадьми, сохранять их породную чистоту, требует не только любви к этим животным, но определенных знаний и опыта, которые могут передаваться по наследству. Мой отец коневодством занимался, я занимаюсь, мы потомство коневоду, снобья этим делом продолжается, внука теперь четвертое поколение идет. И с какого года вы занимаетесь коневодством? 57 года, после года, в день, 46 лет лошадей. Ради справедливости стоит сказать, что с меняющимся миром меняется и роль лошади в жизни горца. Сегодня все больше разводят и содержат лошадей для скачек, а скачки любят все, и мал, и ста. скачки 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 по горным дорогам, по горным дорогам веду я машину старую, накинул товарищ мой фрукту на плечи и скончит на быстром коне, ему просигналит, спешу я при встрече и тут уступает он мне. Субтитры создавал DimaTorzok